Добрый вечер! Если сегодняшний день кажется вам обычным, то не спешите с выводами. Вполне возможно, он войдет в историю, например, как 19 июля 1908 года. В этот день оренбургские ревнивицы повеселили городское общество и породили своей активностью изрядное количество скабрезных шуток. Дело в том, что жены церковных певчих заподозрили мужей в изменах, да не с кем-нибудь, а с коллегами-женщинами. При этом законные супруги не придумали ничего лучшего, как написать письмо оренбургскому епископу, в котором изложили свои подозрения и потребовали уволить девиц певчих из всех хоров. Епископ, конечно, на поводу у истеричных женышек не пошел, но потребовал от подчиненных провести тщательное расследование нравственного положения в хорах. Вообще 19 июля 1908 года выдалось богатым на происшествие. В этот же день разгорелся настоящий скандал вокруг уличного освещения в Тополевом саду. Долгое время фонари там работали вовсе без плафонов. На такое попустительство все дружно закрывали глаза, пока один из посетителей сада не написал возмущенную анонимку в газету. Господин П прогуливался по аллее, когда почувствовал резкую боль в темени и запах гари. Инстинктивно скинув шляпу, бедолага увидел, что в нее попал уголь от фонаря. В общем, головной убор был безнадежно испорчен. Журналисты негодования господина П, безусловно, поддержали и потребовали от водительцев сада привести фонари в приличный вид, то есть все-таки прикрыть их плафонами. А вот в 1913 году этот день оказался на редкость приятным. В Оренбурге давали представление фокусники супруги Франзо Касапарти. Слова о них шла по всей империи. В Ташкенте кудесники выступали перед самим великим князем Николаем Константиновичем, которого, к слову, сумели поразить. Еще бы, ведь господина Касапарди не зря называли «живой труп». Его шоу буквально шокировало публику. Популярностью пользовался фокус, который назывался «Человек-сосуде». Когда на фокусника надевалась смирительная рубашка, он опускался в сосуд с водой и должен был в течение четырех минут не только освободиться от рубашки, но и выбраться из сосуда с водой и при этом оказаться в зале среди публики. В 1958 году 19 июля тоже стал зрелищным днем, ну, по крайней мере, для жителей Шерлока. Именно в этот день в районном центре открылся летний кинотеатр. Как тогда было принято, кинотеатр предназначался не только для, собственно, показа фильмов, но и был оборудован большой сценой, например, для концертов под открытым воздухом. Причем новый летний центр свободно вмещал до 400 зрителей, так что было где разгуляться. Ну а 19 июля 1961 года все внимание было приковано к станции Каргала. Там провели областной слет юных туристов. Причем любители отдыха на природе оказалось столько, что на берегу Сакмары вырос целый палаточный городок. Да что уж там, почти город. Недалеко от села Каргала на берегу реки Сакмары развернулся палаточный городок из 80 палаток. В нем, это был туристический слез школьников, в нем приняли участие 280 детей. Они показывали навыки, как приобретенные им за время туристических походов. Большая группа из них была награждена грамотами обкома КСМ и туристическими путевками в Киев. Чем запомнится 19 июля 2017 года, пока загадка. Но любая дата, если не меняет историю, то остается в ней точно. Завтра будет новый день и новая дата. До встречи!